Музыка. Танец. Театр. Цирк. Вокал. Живопись. В региональном проекте «Рожденные творить». А тебе нравится заниматься? Очень. Цирковую студию веселые ребята из города Наволоки Кенишемского района знают в Германии, Израиле, Индии и Китае, где только они не выступали. И начался титулованный коллектив с маленькой оздоровительной спортивной группы, которую учитель физкультуры гимнастка Татьяна Смирнова основала в 1988 году. За свою более чем 30-летнюю историю веселые ребята добились не только всероссийского, но и международного признания. Студия не раз становилась лауреатом и обладателем престижных наград. В 2002 году на первом всероссийском молодежном фестивале-конкурсе циркового искусства в Москве студия «Веселые ребята» завоевала престижный третий приз «Бронзового слона». Ребята, участники студии с удовольствием вспоминают свои поездки на конкурсы и фестивали. Больше всего запомнилась поездка в Швецию и Финляндию. Мы возили как раз самую первую скакалку, в которой я выступал. Это был мой самый первый номер. Клоколунская скакалка. Мы плыли на пароме из Финляндии в Швецию и там выступали и заняли гран-при. Но разве титулы – это главное? Нет. Главное в любом коллективе – это люди. В «Веселых ребятах» это в первую очередь бессменный руководитель студии Татьяна Смирнова. Вдохновитель, тренер-создатель самых сложных номеров, для которой, кажется, просто нет ничего невозможного. Калинина, как нога ставится? Еще раз показать. Куда ты ему пуляешь? Попробуйся, мяч кидай. Она не просто учит своих воспитанников цирковым трюкам. Она прививает им любовь к спорту, к цирковому искусству и, конечно, к дисциплине. Нет дисциплины – нет результата. Это правило знают все ученики Татьяны. Это лучший человек. Это человек, который мотивирует, дает вспышку в глазах, то есть учит, конечно… Не все выпускники студии идут работать в цирк. Однако есть и те, кто после «Веселых ребят» не видит свою жизнь без зрителя и цирковых софитов. Так, один из выпускников – Илья Калинин – артист Большого Московского государственного цирка, которым руководят братья Запашные. А сейчас в «Веселых ребятах» занимается его младший брат. Сюда ходил мой старший брат с трех лет. И он отучился в цирковном училище и потом пошел в цирк к Запашным. Я бы хотела работать с братом и работать в цирковые номера. Часто студия «Веселые ребята» становится настоящим семейным делом. Меня мама привела сюда, и первый раз мне очень понравилось. И я начал ходить сюда. У меня занимаются еще тут два брата. Их зовут Марк и Богдан. Одному три года, а другому пять лет. Дети из Наволоковской студии часто поражают судей на конкурсах номерами, которые мало кто исполняет в их возрасте. Слишком сложные. Руководитель студии Татьяна Смирнова до сих пор вспоминает удивление специалистов из Китая, увидевших, как дети из Наволок жонглируют десью булавами, перебрасывая их за спину. А для «Веселых ребят» сложности становятся лишь поводом больше тренироваться. Ведь коллектив для них – настоящая семья. А цель – радость зрителя. Для меня цирковая студия – это, можно сказать, все, наверное. То есть здесь мне хорошо, все близкие люди. И самое хорошее, пожалуй, то, что мы все имеем одну цель, один интерес и стремимся порадовать зрителя. Любовь Калмыкова, Анна Новикова, Александр Смирнов. Специально для проекта «Рожденные творить». Продолжение следует...